всем доброго утра сегодня хочу поставить закваску для хлеба так для этого нам понадобится закваска у меня будет упрощенная из нее не нужно будет ничего доставлять доставать только в нее добавлять потому что есть закваски очень сложные там каждый день надо что-то доставать выбрасывать либо откладывать это я считаю лишняя головная боль у меня только досыпать так для первого раза нам понадобится для заведения ее изначально так у меня мука вот такая вот мука ржаная цельнозерновая наверное это лучшая мука для закваски нам понадобится 100 грамм муки так сейчас я взвешу а вот в принципе в этой банке я могу и взвесить сейчас затарю ее буду вот в такой вот баночки это 800 грамм рекомендуют правда посуду не менее двух литров но если что я потом просто переложу двухлитровую банку пока ее не нашла сделают в такой вот крышкой закваска будет делаться 5-6 дней там уже нужно будет смотреть по обстоятельствам как она будет подходить так 100 грамм муки вообще в общей сложности нам понадобится 300 грамм такой муки при конечном выведении закваски 80 98 и еще 2 грамма будем точными все 100 грамм муки и 150 миллилитров воды вода у меня через пропущена через фильтр кипяченая и бутилированная не подойдет если нету фильтра то можно из крана набрать ничего страшного не будет в этом все перемешиваем чтобы получилась однородная масса хорошо перемешивается без комочков хорошенько со дна достать потому что там мука сухая осталась буду поэтапно показывать по дням что будет получаться вот в принципе все сейчас еще хорошенько мешаю да я забыла сказать что закваску надо убрать в темное место просто в обычное темное место на кухне в шкафчик в шуфлядку самое главное условие чтобы на нее не попадали солнечные лучи так решила я сегодня на ночь еще поставить опару на булки потому что завтра четверг обычно в чисто четверг я пеку булки так что нам понадобится для опару нам понадобится литр поплёного молока я его загрела немножко микроволновки так нам понадобится десяток яиц и плюс 3 желтка потом я добавлю сахар и все это с яйцами перемешаю так 10 яиц и 3 желтка так как я это магазинные белые то завтра я вам покажу что я добавляю чтобы они были желтенькие на смысле булочки чтобы были желтенькие такой небольшой секрет красивого цвета можно так назвать полезности так килограмм сахара сразу надо просто показывать не буду чуть-чуть потом так масло нам понадобится 500 500 грамм но так как у меня пачки по 180 грамм то я буду добавлять 3 пачки это получится 540 грамм я думаю что 40 грамм погоды не сделают как говорится маслом кашу не испортишь так масло я буду добавлять вот прям целыми кусками так масло 72 сказала я не сказала 72 с половиной процента жирности 84 я не брала потому что думаю что наверное будет жирновато и молоко топлёное у меня 2,5 процента жирности это кстати как у нас не знаю как у кого какие фирмы но вот именно 2,5 процента жирности у него наиболее выражено вот этот топлёный хлоп потому что из других фирмы там 4 процента жирности он вообще точнее оно даже и как будто бы и не топлёное как обычное молоко совсем нет этого припаса а это нет еще можно конечно стопить самим но это очень долго это надо целый день масло комнатной температуры так вот венчиком его сейчас разомну я тоже не взбивала это пенка просто из-за того что они перетерлись с сахаром и получилась такая пенка так вот замечательно просто размягчается и сразу сейчас волью литр топлёного молока зиму и сахаром и зиму и и и такого красивого цвета прям топленое топленое настоящее топленое молоко все исчез по максимуму максимум я все это расколочу потом расскажу про дрожжи что к чему масло перебила она получилась мелкими мелкими кусочками с дрожжами так можно сюда добавлять его 150 грамм свежих дрожжей либо я добавлю я уже затарила вот это все содержимое либо я добавлю вот такие вот сав мне очень нравится сав ливер хлебопекарные сухие активные дрожжи так вообще их советуют 10 5-10 грамм на 1 килограмм муки так как у меня будет два с половиной килограмма муки и это будет не обычное тесто а очень сдобное много масла много яиц молоко то значит из расчета на два с половиной килограмма муки я сюда добавлю 30 грамм сухих дрожжей здесь 50 сейчас я отмели 30 грамм чтобы хорошо поднялась тесто 30 грамм все сейчас вот это я все еще раз хорошенько перемешаю если видно что получилось накрою пищевой пленкой и вот прям так вот оставлю на плите до завтрашнего утра а завтра уже покажу что и как дальше чего сюда надо еще добавить сюда еще много чего я буду добавлять все спасибо за просмотр всего доброго